МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всем тем, кто любит кино! Вот и наступило время для нашей очередной встречи. Меня зовут Дина Тасбулатова, и вы смотрите программу «Профильм». Безусловно, в дни, когда все люди на Земле вспоминают первый полет в космос и говорят о достижениях науки в области космонавтики, наша программа не останется в стороне и тоже затонет эту тему в сегодняшнем выпуске. Сегодня в выпуске Мэтью МакКонахи счастлив от работы в новом проекте Кристофера Нолана. Космический джем обзаведется современным ремейком. Джеймс Кэмерон продолжает посвящать фанатов в тонкости производства «Аватара». Начнем наш выпуск, пожалуй, с самого ожидаемого проекта этого года от режиссера Кристофера Нолана «Интерстеллар». Актер Мэтью МакКонахи рассказал о том, как ему работалось над фильмом. «Интерстеллар» – самый амбициозный проект Кристофера. Вы сами прекрасно знаете, насколько интригующими были его предыдущие фильмы. Он великолепно справляется с каждым аспектом работы, на лету решая любую проблему на съемочной площадке. В некотором смысле он очень похож на режиссеров независимого кино. Кристофер может получить у студии любой бюджет, но при этом снимает даже быстрее запланированного срока. По словам актера, когда он впервые встретился с Кристофером Ноланом, то они проговорили несколько часов, однако так ни разу не заговорили о сюжете «Интерстеллара». Я уже думал, что он не предложит мне роль, но, к счастью, я таки произвел на него впечатление. Изначально этой научно-фантастической картиной должен был заниматься Стивен Спилберг, а на главную роль был прикреплен Улл Смит. Позже, после ухода Спилберга с поста режиссера, актер также покинул проект. Стивен Спилберг был прикреплен к проекту с 2006 года и нанял Джонатана Нолана писать сценарий, но отложил работу и занялся другими фильмами. В 2012-м, после окончательного ухода Спилберга, Джонатан Нолан предложил нанять своего брата Кристофера Нолана в качестве режиссера. После долгого перерыва, связанного с работой в коротком метре для ТВ, к большому кино возвращается Петр Буслов, один из главных молодых режиссеров современного кино. Новая его работа, первая со времен Высоцкого «Спасибо, что живой» получила название «Родина». Драматическая лента расскажет об успешном российском бизнесмене Игоре Михайловиче, который узнает, что неизлечимо болен. В последние недели жизни он пытается сблизиться со своей 18-летней дочерью Евой, забирает ее из английского колледжа и отправляется в Индонезию. Однако во время полета они сильно ссорятся. Игорь Михайлович просит посадить личный самолет, и в это время дочь сбегает от него, исчезая на индийских просторах. Осознавший свою ошибку, отец отправляется на поиски дочери. Петр Буслов прославился в 2003 году драмой «Бумер» и ее продолжением. А фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», который вышел в 2011 году, стал одним из самых кассовых российских проектов последних лет. Лента с бюджетом 12 миллионов долларов собрала в прокате 27 миллионов долларов. Тем временем Константин Буслов, старший брат Петра, снял комедийную драму под названием «Авантюристы». В главных ролях задействованы Светлана Ходченкова и Константин Хабенский. В комедии Константина Буслова Ходченкова будет нырять с аквалангом, искать сокровища египетских фараонов и встанет во главе любовного треугольника, один из углов которого Константин Хабенский, а второй Денис Шветов. По сюжету ленты героиня Светланы приезжает с женихом на Мальту, где встречает бывшего возлюбленного, которого играет Константин Хабенский. Чтобы скоротать время, молодые люди занимаются дайвингом и вскоре обнаруживают затонувшую лодку с древнеегипетскими реликвиями. Однако найденные сокровища лишь встанут на пути отношений главных героев. 18 лет назад популярный баскетболист Майкл Джордан снялся в кино вместе со знаменитым Багдом Банни и, надо сказать, сделал своим космическим джемом немаленькую косу для Warner Brothers. 230 миллионов в мировом прокате. Теперь, спустя почти два десятилетия, трюк хотят повторить с Лебраном Джеймсом, звездой Майами Хит, которого зачастую называют Новым Джорданом. Помочь Джеймсу добиться абсолютного господства на баскетбольном пантеоне поможет Чарли Эберсол. Он назначен сценаристом, продюсером и режиссером. Помогает ему брат Уилли Эберсол. Этот семейный тандем уже снимал проект, посвященный американскому футболу. Одним космическим джемом звезда NBA не ограничится. В декабре 2013-го Лебран Джеймс подписался на комедию «Баскетболисты», съемки которой стартуют грядущим летом. Так вместе с ним экранное время разделит на данный момент самый кассовый американский комик Кевин Харт. По сюжету они будут родственниками и окажутся в баскетбольном лагере в Майами. Джеймс Кэмерон продолжает убеждать нас в том, что мы и так уже давно поняли, мир аватара красив и безгранично богат. Постановщик так и не рассказал ничего нового про развитие сюжета. Он лишь в очередной раз поведал нам, в каком креативном море ему довелось поплавать вместе со своей съемочной командой. Мы все еще на ранних стадиях производства. Сейчас мы разрабатываем программное обеспечение и опишу сценарии. Мы работаем над дизайном всех существ и декораций и тому подобное. По сути, я пока не занимаюсь режиссурой, зато занимаюсь всякими креативными процессами, которые подводят дело к продакшну. Все идет очень хорошо. Думаю, это будет зрелищно. Вы увидите новые миры, новых обитателей, новые культуры. Основной конфликт развернется между людьми, как видом, доминирующим над природой, и на Ви, как видом, интегрированным в эту природу. Но развернется конфликт в ином ракурсе. Гораздо больше Кэмерон рассказал о своих метаниях между съемками с частотой 48 кадров и 24. Сам режиссер не прочь продолжить техно-революцию, начатую Питером Джексоном в «Хоббите». Однако он не готов дать ответ, будет ли весь фильм снят в режиме высокой частотности кадров. Мы присматриваемся к режиму высокой частотности. Я изучаю его, но пока не принял окончательное решение. Будет ли фильм снят с частотой 48 кадров целиком или же только частями? Знаете, я могу сказать, что мы будем снимать в разрешении 4К, поскольку к моменту релиза будет по-настоящему много кинотеатров, поддерживающих режим 4К. Напомним, что на следующие три фильма про историю «Аватара» утверждены Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Стивен Лэнг. К ним, само собой, ещё предстоит добавить актёров второго плана. Съёмки должны стартовать в 2014 году. В то же время Зои Салдана, звезда «Аватара» и «Стартрека», проявляет интерес к ведущей партии в новой биографической ленте. Фильм расскажет о жизни американской актрисы, танцовщицы и певицы Эрты Кит, чья успешная карьера началась в 50-е годы 20 века. У Салданы уже есть опыт работы с образами великих женщин. Она снималась в фильме о Нине Симон. Правда, судьба этой картины пока неизвестна. Новая роль девушки – культовая актриса кино и телевидения, певица Эрта Кит, которую режиссёр Орсон Уэллс когда-то назвал самой волнующей женщиной в мире. Эрта стала первой в кино женщиной-кошкой, и лучше её не было. Ожидается, что Байопик расскажет о подъёме Кит в 60-х. Её противостояние в войне во Вьетнаме, которое могло погубить карьеру. Эрта Кит умерла в Рождество в 2008 году на 81-м году жизни. Следующим фильмом Ридли Скотта после ветхозаветного исхода станет сиквел «Прометея», съёмком которого маэстро собирается приступить уже осенью. Первоначальную версию сценария нового фильма подготовил Джек Паглин, также работавший над пока не вышедшим в прокат превосходством Уолли Бфистером. Но работа сценариста Джека Паглина чем-то не приглянулась киностудии 20-й век «Фокс» и теперь на его место заступил Майкл Грин. Ранее он принимал участие в создании сериала «Секс в большом городе», «Герои» и «Тайны Смолвиля», а также полнометражной лентой «Зелёный фонарь». Неизвестно, чем именно не подошёл текст Паглина. Но сам режиссёр «Прометея» Ридли Скотт отзывался о готовом сценарии сиквела похвально, заметив, что это может быть начало грандиозной идеи. Новый сценарист Майкл Грин уже работал с Ридли Скоттом. Вместе они разрабатывали в прошлом году перезапуск «Бегущего по лезвию». Правда, пока сотрудничество ни к чему не привело. Пока ясно точно, что Ридли Скотт будет продюсировать второго «Прометея». Но останется ли он у руля проекта как режиссёр – неизвестно. Как и то, кто из участников оригинального актёрского состава сможет вернуться на экраны. Это всё, о чём мы хотели вам сегодня рассказать. Узнавайте о главных новостях киноиндустрии из нашей программы. Смотрите нас, и вы узнаете всё о качественном кино. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!